Всем доброй ночи! Сейчас 22.40 по московскому времени. У меня плёнка шпион, возможно, не видно. И мы записываем подкаст супер-женщиной Марины Косачёвой. Пожалуйста, Марина, представь сама себя. Для начала мать. Просто мать. Многодетная. Блогер. Мой основной в деятельности. Бизнес? О, леди. Но об этом я не люблю говорить, потому что это так для души. Поэтому всё, что связано с Валбаре, с Азон, маркетплейсами. Развиваюсь в хоккее сама. Была хоккейная школа детская. Дети-хоккеисты. Короче, сейчас моя жизнь строится вокруг хоккея. Пытаюсь развиваться в этой сфере сама. Изучать её со всех сторон. Ну и надеюсь попасть в медиа-лигу во втором сезоне. Расскажи, вот ты сказала, что ты сама развиваешься в хоккее. Вот что ты для этого делаешь? Как ты двигаешься? Я стараюсь охватить хоккейный мир со всех сторон. То есть сейчас это спортивная журналистика, где я учусь брать интервью у хоккеистов, у тренеров. Плюс дети. Но ты это никуда не выставляешь пока что. Ну только в инстаграм. Да. Нет, пока что я это учусь, набираюсь опыта. Я привыкла, если ты что-то делаешь, ты должен делать хорошо. Поэтому сначала я потихоньку обучаюсь всему. А потом такая, здравствуйте, вообще-то я умею ещё вот это. По образованию я спортивный врач. У тебя, по-моему, два высших образования, насколько мне помнится. Да, ну первое, там, учитель изо. Вот, второе, у меня спортивный врач, восстановление спортсменов после травм. Соответственно, уже в 20 лет я планировала работать с хоккеистами. В плане подхода к тренировочному процессу, как по питанию, по развитию, психология, потому что дети хоккеисты, да, как правильно с ними общаться. И когда у тебя есть знания в сфере медицины, в сфере питания, плюс из-за того, что я сама стала заниматься хоккеем, я начала понимать их во время игры. То есть, когда ты как мама смотришь, да, что ты пас не отдал, что ты сюда не побежал, это одно. Я считаю, что в тренировочный процесс нельзя влезать. Вообще никак. И есть тренер, он это видит. То есть, задача родителя просто смотреть со стороны, поддерживать, даже если не получается, не говорить, да как ты мог, потому что никто не знает, кроме самого хоккеиста, что было на поле. И почему он не поднял голову, почему он не отдал пас, почему он решил сам побежать на ворота, это только в моменте игры. И это ты можешь понимать только, когда ты сама начинаешь играть. Все, по-другому ты до этого не дойдешь. Вот, а как я развиваюсь, ну, купила форму. Ну, а если вот надо дополнительные занятия какие-то, они посещают или нет? Честно скажу, мои дети не посещают дополнительные занятия. Ни разу, ни один не ходил. Ну, как, не то, что ни разу. Ходили на УФП, к примеру, или бы на дриблинг, но это было Матвей в хоккее. Матвей до 2020 года. Да, это старше, вот ему 9 лет, а с 3 лет на коньках. За все это время он, ну, раза 3 ходил, как говорится, на подкатки. Потому что я понимала, что он отстал, либо он болел, либо у него что-то не получается. И чтобы именно, там, на дриблинге-то с клюшкой поработать, тогда я и отводила. А самостоятельно дома занимаются? Нет, они вообще не притрагиваются к клюшкам. Они не... Во-первых, у нас нет времени дома даже находиться. Ну, то есть чуть больше, все равно, получается, в Сочи тренировок, чем в Москве? Одинаково, 6 недель у всех. Но в Москве не было времени водить дочку на хоккей и самой ходить. В Сочи у нас есть время, и дочка начала заниматься нормально. Я хожу на тренировки 3 раза в неделю. У нас прям у девочек команда... То есть есть прям женская команда? Да, называется ХК-девчонки. Любительская, и они лиги сейчас состоят, ЖХЛ. И они прям тренируются, у них все серьезно, у них есть лед, есть отдельно УФП, есть отдельно дриблинг. Три раза в неделю. Если леда нет, они дриблинг, УФП по 2 часа в день тренируются. Я обожаю лед. Я обожаю... Я с 17 лет стою на коньках, и я не ходила по клубам вообще никогда. Я проводила время на кавкее всегда. Я... Именно только вот в 17 лет. Да. До этого я футболом занималась. Я занималась гадболом, футболом. Я хоккеиста вообще не воспринимала. Хоккей как вид спорта. Я проходила, говорю, что? Где шаг? Что вообще? Как это можно вообще смотреть? Ну, как бы я не понимала. Ну, так случилось в жизни, что я связалась с хоккеем. Не с хоккеистом, а именно с хоккеем. Мне по работе нужно было. Потом стала общаться с хоккеистами. И меня именно цепляет... Я, когда начала общаться с хоккеистами, плюс сама начала кататься, я всегда представляю, вот они выходят под эту музыку на лед. И вот эта вот энергия, я представляю, что они ощущают. И вот меня вот это заряжает. Вот ты уже какое-то имя и вес имеешь в хоккейной сфере. То есть с хорошей репутацией достаточно. Ты знаешь многих тренеров. И есть ли поблажки для твоих детей? Например, вот в том же Сочи. Ты рассказывала, что ты знаешь в целом нескольких там тренеров. Ну и вообще тренеров, и не только тренеров. В Сочи точно нет, потому что именно тренера, которые у моих детей... Я, ну, я в принципе всегда с тренерами моих детей держу суперодинацию. Жесткую. Прям здравствуйте. Я даже не спрашиваю, как у них успехи. Если надо, он скажет ребенку, ребенок передаст мне. Я не лезу, я не смотрю тренировки. Я не лезу в тренировочный процесс. Если я вижу, что ребенок уходит с тренировки довольный, ну, значит, ему все нравится. Если он вышел, и он... Они у меня открыты, они со мной поделятся. Но, как правило, их... И даже когда их там сажают, я вижу, что он может, а его, оп, не упускают, не упускают, не упускают. И заместо того, чтобы сказать, я за тебя, сыночек, я говорю, ну, слушай, ну, значит, так надо. Значит, потерпи. Научись терпеть. Но поблажек... Никогда. У хоккея у вас тоже рядом с домом в Сочи. Это сейчас я сделала так, чтобы он был рядом с домом. А раньше ты, по-моему, ездила очень-очень далеко. Я проезжала в 180 км в день. Ну, потому что, опять же, двое. Тренировка в 6.30 утра. Мы живем в другом конце Москвы. В 6.30 утра у одного тренировка, в 7.45 у другого. Школа, сады. Еще есть дочка, которая сидит в ледовых и ждет. И она не занимается ничем, потому что они в садик не успевают. Ну, вообще никуда. А потом в 3 часа тренировка у старшего. А тебе надо еще домой успеть. А это пробки, это же Москва. Поэтому пришлось выбирать. Пришлось выбирать для того, чтобы и детям было хорошо, и тебе. То есть у тебя ни няни, ни водители? Короче, няни нет, водителей нет. Хотелось бы, но в Москве это стоит просто нереальных денег. Ну, опять же, на мои условия. По факту няня освобождает мне время, чтобы я заработала на няню. Нерациональная трата денег. Да. Ну, не то, что нерациональная. Конечно, может быть, ты эмоционально немножечко расслабляешься. Да, потому что тебе не нужно следить еще за одним ребенком. Но ты все равно ездишь. Опять же, нанять няню, которая забрала ребенка или посидела с ним, это одно. Няня, которая будет возить ребенка на хоккей, я пока не готова доверять. Опять же, даже не доверять. Получается, ну, ребенок выходит с ледового. С катка. С хоккея. С тренировки, точнее. И он хочет поделиться чем-то. Подрался на льду. Ничего-то не получилось. Или, наоборот, он радостный. И они выходят, мама, я сегодня забил гол. Кому он скажет? Няня, б***ь. Я забил гол. Он скажет, класс, так, насрать вообще. На твой хоккей. Мне сейчас деньги быстрее заплатят, и все. Но это же не сравнить. Это не сравнить, когда он выходит к бабушке. Это не сравнить, когда он выходит к няне. Он выходит к папе или к маме радостный, потому что мама его поддерживает. Мама его там пожалеет или просто порадуется за то, что произошло. Это да. А когда это чужой человек, и что он потом будет вспоминать? Что няня не водила на хоккей, где была мама. А хочется, чтобы когда он чего-то достиг, либо просто, когда он вспомнил про свое детство, он говорит, мама была рядом. Там бабушка, дедушка. Я работаю с 13 лет. И я всегда постоянно чем-то занималась. В декрете я и тортики пекла, и инструкторам там по Кенга Джамс, не знаю, что такие ботинки, на которых отучилась на них. Инструкторам была на батутах на этих. Праздники организовывала. Да я, мне кажется, я очень много кем работала. И во время декрета работала. Я открывала детский салон красоты парикмахерскую, когда у меня полтора года было старшему ребенку. Ну и все, больше детей не было. Но мне всегда говорили, кому-то нужна вот это вот. Ты же воспитываешься с таким пониманием, ну терпи, молчи, не устраивает. Муж не поддерживал, получается. Ну он был занят своей работой, он был занят... Ну опять же, когда ты становишься молодыми родителями, возможно, девушки, они более это как-то серьезно воспринимают, да? А у мужчины стресс. Блин, в 20 лет стать папой, это нужно работать, это нужно... А у девушки что в голове? Ты не должна напрягать мужа. Сама мой, сама убирай, сама вот это все делай, чтобы он пришел. Ну как бы... Ну это раньше такое воспитание было. Сейчас я придерживаюсь другого. В смысле, блин, ты мне по дому не будешь помогать? Мы вместе тут живем, почему я должна убираться? Мы вместе работаем, мы вместе убираемся, вместе воспитываем ребенка. А раньше это было такое, что женщина готовит, женщина убирается, женщина воспитывает. Муж просто... И еще и работает. Муж просто... Да, еще и работает, ну в большинство случаев. А муж просто работает, приходит такой... Чего это ты вообще завтра где? У меня... Раньше было у меня так. Я хотела быть идеальной женой. Завтрак, обед, ужин, все, дорогой. Дети накормлены, дети лежат, спят. Все, мы с тобой смотрим фильмы, мы с тобой молодые родители. Сейчас у меня сейчас-то по-другому все. Ну, получается, ты была не с собой в тот период? Нет. Я очень... Я старалась кого-то играть, но пока ты играешь, ты же все равно рано или поздно приходишь к тому, кем ты являешься. У меня есть книга «Ребенок. Инструкция по применению». Я когда родила третьего ребенка, я подумала, блин, а нет же такой инструкции. Точнее, нет, ну вот тебе ребенка дают на руки, ты родила. Ну, окей, дальше что? Вот ты его взяла на руки, а что дальше? Нету такого пособия, где «Ага, вы получили ребенка на руки, инструкция такая, кормить вот так-то, выкладывать так-то, мыть так-то, а еще могут быть колики, а еще нужно выполнять супружеский долг, а еще нужно до трех лет научить убирать игрушки». Ну, никто не знает этого, ну, нужно прочитать очень много литературы. Я создала книгу, написала книгу как раз-таки от момента рождения до первой самостоятельности, как находить время на себя, как приучать ребенка к самостоятельности, потому что дети не самостоятельны до тех пор, пока выгодно это их родителям. Пока ты будешь ходить ему ротик вытирать, он никогда не научится самостоятельно это делать. И я создала книгу, там иллюстрации с меня срисованы. Большинство тренеров, да, они любят, ну, красиво говорить, красиво выражаться, то есть, опять же, ты говоришь, ты не смотришь тренировки, но, там, дети, да, приходят довольные, делятся, но, опять же, им же что-то тренер говорит, и он же может, ну, там, неправдоподобную информацию иногда говорить, что, ой, ты такой замечательный, ты сегодня, там, сыграл в пас, круто, а на самом деле, да, этого нет. Или, там, ну, какие-то другие ошибки, да, что, ну, такие красивые слова, которые ребенок потом передаст родителю, и родители будут, там, ого, там, у меня крутой самишка, у нас классный тренер, но, например, если в этом возрасте, да, говорить какую-то большую критику, то, ну, дети, наверное, обижаются, там, может быть, и не хотят на тренировки ходить, чуть там где-то жестковато могут тренеры выразиться, но, как бы, тут больше будет результата, получается, ты как вот к этому относишься? Я, прежде чем куда-то перейти в клуб, я узнаю про тренера, я не смотрю на его статистику игры, да, потому что у многих складывается, он поиграл в КХЛ, не факт, что он будет хорошим тренером, ну, тут есть твоя правда, в плане, когда ты не следишь, да, как ты поймешь, но на игре видно, есть открытые тренировки, там, раз в неделю есть открытые тренировки, видно в игре, где твой ребенок играет, как он играет, Возможно, мне проще об этом судить, потому что я понимаю Ну, ты сама играешь в хоккей, а вот родители же бывают, ну, вообще не из спорта, да, приводят детей Если они не из спорта, как бы их ребенок ни играл, они говорят, он самый лучший, его недооценивают Здесь работа тренера, честно, он должен построить субординацию с родителями, и если тренер ставит ребенка в третье звено, значит, не потому что он не доглядел таланты, а потому что он посчитал нужным поставить ребенка в третье звено И ты, как родитель, если ты не хоккеист, не лезь, ты привел его в хоккей, доверяй Наши родители все, что хотят Он самый лучший, его недооценивают Да бля, забери его, убери его в другую команду, может быть, его другой тренер заметит И такие родители, как правило, прыгают с команды в команду, потом они понимают, что их ребенок реально говно и завязывают с хоккеем Многие тренеры держатся, ну, то есть, опять же, знаешь, ты, наверное, тоже должна меня понять, есть такая фишка, ну, в Москве, в Сочи, например, такого, мне кажется, нет Есть такая фишка в Москве, что есть система, вот берем девятилетних детей, да, которые сейчас играют на Москву Есть система выигрывать здесь сейчас Да, вообще, в 2015 году еще, получается, два состава, где ты еще должен бороться за место, чтобы там в первый состав попасть Ну, это обязательно критерий, ты должен заявлять за состава То есть, если, по сути, ты во втором составе, то как бы так себе Нет Сейчас очень сильно хоккей меняется Мы были здесь, в Академии Михайлова, два состава И если ты во втором составе, не значит, что... Ну, во-первых, Академия Михайлова А, дети, вот, ну, понятно, что все меняется Ну, да, дети, вот, ну, там, например, кто-то там хвастается Я в первом звене, я в первом составе, а ты там во втором, в пятом звене Нет такого? Есть такое Но это идет от родителей Если родители говорят о том, что ты сегодня в первом, завтра ты будешь во втором Это не угрожает, ну, кто-то угрожает, да? Тренируйся, иначе там как наказание второй состав Сейчас, ну, я, по крайней мере, попала на такое вот в Академии Михайлова У них нет разницы, первый или второй они равны Ну, да, сейчас достаточно сильный И сейчас есть тенденция такая, вот даже сейчас, когда мы играли Второй состав чаще всего заявляется сильнее, чем первый Чтобы набрать больше очков В Сочи второй состав реально намного хуже, чем первый Ну, то есть мы заявляем с двумя составами Первый состав занимает первое место Второй состав занимает десятое место Видно, что они... Ну, а в Сочи вообще чуть хуже уровень все-таки? Первый состав, мне, Матвей, просто в первом Первый состав выиграл там десять-два, десять-три И я на это все смотрю именно на игру Я не понимаю, почему выигрывали Потому что в Москву приехать с этим составом они проиграют И судить по играм, они лучше Они все турниры, куда бы мы сейчас ни ездили Там, под Краснодар в четырнадцатом годом К нам приезжали, да, у нас Сочи Кап был Сириус Сочи Кап Мы везде выигрываем Но по технике, по тренировочному процессу Я не понимаю, почему мы выигрываем Либо потому что реально в других городах намного хуже хоккей Несмотря на то, что это Салават Юлайев, что это трактор, первый состав, да Что там слабее хоккей Либо просто потому что наши дети не дриблинг делают, а бьют по воротам Просто и попадают, ну что туда залетит Не понимаю, потому что в Москве очень отличается хоккей Но и я и уехала поэтому Потому что в Москве нужно выигрывать здесь, сейчас У тебя ребенок Вот у меня Матвей в Москве был во втором составе В третьем звене И у него, я понимаю, в дальнейшем будут перспективы Здесь, сейчас он не дает такой Короче, не дает такого результата, как нужно в моменте То есть получается, по твоему мнению, лучше быть Ну, в чуть слабее команде Но в лидирующих позициях Тут тоже двое Нет Ну, именно поэтому мы и пошли в сильную команду в Москве Будь мы в слабой команде в лидирующих позициях Я понимаю, что тебя могут заметить Ты там в группе выиграешь, тебя могут заметить Но не заметить тебя в ЦСКА Ну, это очень сложно Лучше сразу прийти в сильную команду Но быть слабым Но быть в сильной команде, да Ну, что круче даже по тебе, быть в ЦСКА в втором составе Или в каких-нибудь снежных барсах в первом В снежных барсах вообще группа B Нет, ну смотря тоже разные факторы Игровая практика там может быть Со слабыми Либо ты во втором составе играешь сразу со сильной ЦСКА Ну, тоже верно Спорный вопрос Да Каждый сам выбирает Но при этом я забрала своих детей в Сочи Где все отличается Это, ну, я не скажу, что это хуже снежных барсов Группы B в Москве, да Но я за то, что ему 9 лет Его сейчас не дрючат Он играет, да, 6 раз в тренировке У нас тренеры классные, кстати У тренера, у Маткары, у Матвея Тот, кто тренировал Телегина в Челябинске У нас челябинские тренеры Достаточно много малышей Я знаю, из Москвы многие переезжают реально в Сочи Да Ну, у нас нету местных вообще У нас все приезжие Питер, Омск Ну, я насколько знаю, что в Сочи готовы заниматься Прямо брать занятия Из-за того, что, опять же, по локациям все ближе Соответственно, времени у родителей больше немного И готовы заниматься У меня тоже знакомые переехали Там по 5 тренировок в день Да, они готовы И брать Адлер Это люди, которые Ну, в Адлере живут люди, которые могут Которые работают сами на себя Там нет денег Могут себе позволить, получается, оплатить дополнительные занятия В том числе Многим командам даже запрещают То есть со своими именно заниматься Чтобы не было выделения какого-то Да, и это, получается, идет перекрытие дохода дополнительного тренера Который знает твоего ребенка, да Который может подобрать Но при этом Они набирают таких тренеров Которые, ну, мало чего дают в самой тренировке И поэтому приходится там многим приходить на подкатки Либо родители У нас 17-й год Детям 7-6 лет Он дриблинг, он не бросает по девяткам А я смотрю на это Зачем? Ну, зачем вы это делаете? Пусть ребенок гуляет Ему 7 лет Какие нахер девятки? У него физухи не хватает для этого А они хотят Какие-то очень, блин, это очень сложная Сложная тема Вот скажи мне Хоккеисту Ну, ребенок хочет начать заниматься хоккеем Ему лучше пойти на фигурное катание Или сразу в хоккей? Ну, тоже спорный момент Тут Как родитель сам решит Наверное, я бы отдала параллельно и туда, и туда Разная техника катания, разные коньки Как сложно совмещать туда и туда? Ну, потому что все равно в фигурном катании Именно если отдавать фигурное катание Все равно какие-то балетные движения И, ну, если тренеру не обозначить, да Что я потом отдам своего ребенка в хоккей Ну, тоже тренер не будет обращать внимание Как правило, да, в группе Ну, просто на ребенка внимание Да, то есть нужно какие-то моменты учитывать Все-таки есть фигурное катание Это более, да, такое красивое И хоккей более такое грубое И мужественное Вот У ко мне обращались Родители С уклоном То, что там на индивидуальном Сначала мы фигурным катанием занимаемся На фигурных коньках Потом переходим в хоккей Но в итоге мальчикам так понравилось фигурное катание Что они задержались Вот, мое мнение Что если, ну, целенаправленно есть цель хоккей То, значит, идти в хоккей На хоккейные тренировки, да На командные Чтобы ребенок понимал Но дополнительно, да На хоккейных коньках Можно заниматься с фигурными Потому что все-таки на фигурных зубцы Чтобы, да, не было у ребенка какой-то паники Все время чего-то там менять То есть, да, специфика у фигуристов Немного другая Но если, да, правильно подходить И правильно делать акценты То это полезно для хоккеистов Если целенаправленно, да, работать над толчками На то, что пригодится хоккеисту Конечно, это имеет смысл Но имеет смысл как бы заниматься Еще параллельно, ну, своими тренировками Ну, в моем мнении Зачем хоккеистам заниматься с тренерами По фигурным катанием? Хороший вопрос Ну, на самом деле Когда групповые хоккейные тренировки Тренеры, ну, физически Они не успевают, да Делать какие-то акценты Именно на толчки На работу, там, голеностопа Ну, на какие-то нюансы Что поможет хоккеисту улучшить Вот технику катания, да То есть, они дают какие-то упражнения Ну, хоккеист как делает, так и делает То есть, в индивидуальной работе, да Там не будет Вася, остановись Вот тут вот с тобой доработай Вот тут вот толчок улучши Или ты не работаешь Ты не толкаешь Ты делаешь пустое движение То есть, большинство хоккеистов Они, ну, делают упражнения Потому что, ну, как вы им сказали Они начали делать А то, что там пустое движение Прикладывают усилия Не прикладывают То есть, на это, ну Ну, чисто даже Не то, что даже Ошибка тренера, да Этого команды Просто, ну, не хватает ресурсов То есть, получается Не обязательно обращаться К фигуристу Сам тренер Если бы у него было бы Больше тренеров на льду Или было бы больше времени Он тоже сам и может помочь Здесь же все равно другое катание Ну, я смотрю, как работают хоккеисты Вот даже я часто выхожу на СМК хоккейное Ну, то есть, без шарбы, да С клюшкой работают над катанием И вижу, что, ну, делают упражнения Ну, как бы это упражнение Ну, от того, что он делает Как бы, оно не дает никакого смысла То есть, все-таки я Ну, я не знаю, там другие тренеры Фигуристы по катанию Да, кто работает с хоккеистом Но я прям акцентирую на толчки То есть, я акцентирую на то, что добавит Вот силу толчка То есть, именно пригодится в хоккее Потому что, ну, многие фигуристы Они не понимают специфику хоккея То есть, может быть, силу того, что я сама Уже достаточно давно в хоккее То, что у меня там семья с хоккеем связана То есть, это, естественно, дает свои плоды И какие-то знания Плюс очень много я консультирую с хоккейными И тренерами, и не только, кто имеет отношение к хоккее То есть, именно разбираю, да, какие-то технические моменты Вот, хоккейные тренеры Вот, ну, потому что я наблюдаю То есть, да, вот как делали пустое движение, да, там Ну, то есть, они толкаются, вроде набирают скорость Но они там делают 10 шагов, да, чтобы набрать скорость И они не акцентируют на это То есть, как делал человек, ну, человек-хоккеист 10, да, шагов Ну, и как бы затрачивает он силу, ну, и затрачивает Как бы я на это акцентирую Что можно сделать не 10, можно сделать там 5 И, то есть, задаю вопрос За счет чего мы можем сделать 5 Ну, что нужно улучшить, да работу коленостопа, работу там, еще чего-то. Ну, то есть, хоккеист сразу сам может додумать и ответить. То есть, он вникает в этот процесс. Хоккейные тренеры, ну, я не вижу, что бы. Ну, может быть, есть какие-то, да, но то, что вот я чаще всего... Ну, потому что, наверное, они изначально понимают, опять же, если смотреть разницу между фигурным и хоккейным катанием, да, хоккеисты мельтешат, фигуристы вот так. Поэтому, возможно, хоккейному тренеру сложно вообще, ну, думаю, что это нормально. Ну, они сами получаются мельтешат, поэтому ну, все же через свою призму в большей части, да, кто-то, конечно, есть какие-то талантливые тренеры, которые все равно изучают разные техники. Я тоже, на самом деле, я, ну, у меня есть свое мнение, но мое мнение основывается на мнении там, Васи, Пети, Иване, Ивана, там, и вот, ну, то есть, большинства тренеров. И, то есть, естественно, я продолжаю учиться, развиваться и свою, да, там, технику я совершенствую каждый раз, то есть, свои упражнения каждый раз я стараюсь доработать, потому что я увидела так, вот этот нюанс, надо доработать. То есть, я спокойно могу сказать, что да, там, есть моменты, ну, которые можно улучшить и мне, как тренеру, то есть, благодаря тому, там, даже, что я пообщалась там с одним вот хоккейным экспертом, да, который мне вот указал на вот это. Опять же, владение шайбы, да, возьмем, то есть, чем лучше человек, хоккеист толкается, то есть, в совершенстве, да, делает толчки какие-то, вот, ну, в совершенстве у него техника катать, тем лучше и свободнее он чувствует веру, да, то есть, мне вот, ну, я папе отправляю видео, папа у меня в хоккейной сфере работает, он мне там часто пишет, у него зажат вер, у него там опущена голова, но, а как хоккеист может контролировать там, ну, вот, я как фигуристка, да, вы мне там говорили ошибку на прыжке, там, у тебя корпус, нога, голова, рука, я думаю, господи, ну, как я могу там пять моментов технических, ну, сразу исправить, ну, никак, то есть, невозможно, то есть, соответственно, мы работаем сначала на чем-то одним, то есть, я вижу, что, да, это стало лучше, то есть, можно как раз на корпус перейти, да, то есть, чем лучше владение коньком, тем можно уже свободнее владеть корпусом, то есть, уже убираются зажимы, потому что, чем, как бы, да, чем больше зажимы, тем больше, ну, неуверенность получается, чем увереннее, соответственно, владеет своим телом, собой, да, катанием, тем лучше уже может уже думать про шайбу, да, не задумываться, и думать уже, например, как встретить кого-то, передать пас, и это уже не будет у него каким-то ого-го, блин, или какого-то нервного момента, вот. Ко мне многие приходят хоккеисты, ну, вот, ну, вот, 15-й, год, 14-й, ну, я спрашиваю сразу же у хоккеиста его цели занятий, то есть, они мне не могут ответить на этот вопрос, потому что их приводят родители, а они сами не понимают, на чем им работать, то есть, большая ошибка, ну, вот, многих тренингов, то есть, они приходят на занятия, да, вот, их родители привели, они отбыли свой час, свое время, лишний раз, кстати, мало кто готов перетренироваться, это даже не к тренеру, а к спортсмену вопросики, и к родителям, которые, да, приводят на занятия, то есть, ну, вот, привели, а зачем, для чего, то есть, ну, не понимают. Что надо, и все. Надо, а зачем, ну, то есть, больше тренироваться, ну, можно, можно круглосуточно тренироваться, это не будет так толку, то есть, главное, понимать цель, то есть, опять же, зачем тебе катание, то есть, маленькие дети, особенно, да, маленькие, даже и взрослые-то не понимают всегда, а маленькие-то уж тем более, поэтому, ну, родителю лишний раз тоже нужно проговорить с ребенком, для чего, цель, то есть, сейчас ты работаешь над катанием, ты чувствуешь результат, то есть, это, ну, тоже важен разговор, то есть, вот, ты, как мама, да, ты занимаешься детьми, потому что многие приходят с нянями, с водителями, и они, как бы, ну, не в тренировочном, не в тренировочном процессе, и, соответственно, ну, родители там спрашивают, ну, как я позанимался, ну, классно, что, есть над чем работать, вот, ну, то есть, даже родителям, по сути, и не интересно, вот, про что ты вначале говорила, вот, поэтому важно донести до ребенка, то есть, зачем и для чего он, это, ну, вообще, для, ну, там, не только катание, да, зачем ему АФП, что он может получить, то есть, ну, вот я стараюсь на своих занятиях, да, даже если я даю упражнения, я ему говорю, это под упражнения для вот этого, которое тебе, да, которое тебе пригодится в игре, то есть, потому что, ну, мы делаем какие-то упражнения, они такие, ну, во-первых, что-то сложное, что-то непонятное, потому что они на своих тренировках не делают, да, такие упражнения, особенно вот малыши, повторюсь, и они такие, ну, это вообще зачем, да, ну, то есть, они даже это не говорят, но я сама это, так скажем, понимаю и сразу обозначаю, это у нас для этого, они такие, о, и сразу у них какой-то интерес и понимание, и еще понимание того, что, ого, я еще и понимаю. Где это можно использовать. Да, то есть, сразу вот это понимание, все-таки, это важно. И вот так дополнительные игры смотрят команды, есть... Только сейчас начинается. Они играют в НХЛ, в приставку, они останавливают, они просматривают. Старший он смотрит. Опять же, возможно, потому что в моем окружении много знакомых хоккеистов, и они знают, кто в какой команде играет. Он садится в машину утром и такой, так, сегодня играет то-то, 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 о, мало в конце дня. Он сыграл так и так, МХЛ, НХЛ, правда, мало, но МХЛ, КХЛ следит. Вышку мало тоже смотрит, но все равно они следят за этим. Спасибо, на самом деле, большое тебе за нашу прекрасную беседу, за то, что вырвалась и нашла свободное время, потому что я слишком спонтанно написала. Но люблю таких людей, которые быстро подхватывают. И находят время в своем таком плотном графике, где не только работа и время на себя, но еще и время на детей и много всего еще. Это достаточно мотивирующая и вдохновляющая история лично для меня, у которой еще нет детей, семьи, и это круто, все успевать и все хорошо успевать, прекрасно так выглядеть, находить время на себя, на работу, на бизнесы. Очень интересная эта личность. Благодарю, что пригласили. Давайте, может, про отношения поговорим. Время у нас уже позднее, после полуночи. Нельзя говорить. Главное, любовь, ты что?